Шалом, мир и благословение вам! Дорогие зрители из Израиля, из Иерусалима, с вами открытая линия телеканала ТБМ в нашей израильской студии. Сегодня мы пригласили наших друзей, благословенных служителей. И, как всегда, хотела напомнить вам, что на телеканале ТБМ месяц, посвященный теме обеспечения, теме финансов, это очень важная тема, которая касается каждого человека. Писание говорит, что за всё отвечает серебро, и мы понимаем, что пока мы здесь, на этой земле, в этой системе, где мы вынуждены покупать и приобретать себе средства пропитания, одежды и так далее, мы нуждаемся в финансах, мы нуждаемся в том, чтобы понимать, как правильно ими распоряжаться. И к нам в студию приходят и вопросы, и приходят свидетельства, слава Богу. И на тему финансов мы вообще поняли, что очень мало в церкви учится. Большинство людей, которые давным-давно уже уверовали или пришли в церковь, они слышат учение о том, что нужно отдавать десятину, нужно давать пожертвования. И большинство людей стараются следовать этому. Кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим успехом. Это зависит от веры. Но сам вопрос является таким, который нужно действительно освещать, нужно открывать. Мы на телеканале поняли, что у нас недостаточно программ на одну из шести важнейших сфер в жизни человека. Поэтому мы посвящаем месяц этим темам. Поэтому мы делаем специальные программы, которые и расположили их удобно в сетке вещания телеканала, чтобы вы могли видеть в 10 часов утра, 10 минут, короткие программы о финансах, о том, как ими распоряжаться, о том, как правильно к ним относиться. В 6 часов вечера и в 10 часов вечера, 10 минут сразу после вечернего выпуска новостей, вы также видите программы, посвященные теме месяца. И я хочу представить наших сегодняшних гостей, те, кто с нами давно, они уже хорошо знают, но мне мешает напомнить, у нас в гостях Илья Лансман, бизнесмен, слава Богу, верующий человек, человек, который на самом деле не поступается принципами, но наоборот, благодаря этим принципам, одерживает сверхъестественную, я бы сказала, победу в жизни, потому что помимо того, что, слава Богу, бизнес развивается, и это бизнес, который приносит удовлетворение, и такое хорошее, действительно, за которое не стыдно, но также и в жизни Господь благословил Илью с его замечательной женой, чудесным ребенком, долгожданной дочерью, после всех негативных, естественных прогнозов. И я верю, что это не последнее дитя, что у них будут еще дети, много детей. С нами Авель Станкевич, также служитель, учитель Библии. Он очень любит глубоко и серьезно исследовать вопросы, на которые мы приглашаем его отвечать, и любит Священное Писание, и не только, любит Господа, любит людей. И сегодня мы будем как раз с вами делиться, молиться о том, на те вопросы, на те темы, которые являются животрепещущими. И, кстати, тоже, опять же, готовясь к эфиру, мы согласились в том, что для Авель, это уже одна из его таких, не знаю, страсть, наверное, все-таки такая есть у него, выраженная любовь, ему нравится общаться с людьми и проводить их через освобождение, через такое вот углубление в слово. И это очень, я думаю, актуально как раз в связи с, в том числе, вопросами, которые к нам поступают в студию. И я хотела бы сказать, что вот здесь у меня в планшете, я сюда буду обращаться время от времени, здесь я вижу просто ваши молитвенные просьбы, ваши свидетельства, которые приходят. И к нам пишут, и из Германии звонят, и из России, и Москвы, и в соцсетях очень много обращений. Из Абхазии, Кисловодск, Худжанда, Таджикистан, Горный, Солигорск, Россия, мы очень много из России, опять Германия, Казахстан, Ростов-на-Дону, Нижний Вартовск, Беларусь, Великобритания, Украина, Ростов-на-Дону, Германия, самые разные регионы, самые разные страны, Израиль тоже с нами, слава Богу. И теперь с нами Соединенные Штаты через спутниковое вещание, мы возобновили наше вещание через спутник Галакси 19, поэтому если вы нас смотрели через цифровое телевидение в США, можете поделиться с вашими друзьями, знакомыми о том, что они теперь могут, если у них есть спутниковые тарелки, что они могут настроить по всем параметрам, зайдите, пожалуйста, к нам на сайт tbndefistv.com, и вы можете увидеть параметры вещания и очень простые настройки. Спасибо вам! И у нас на самом деле столько событий, столько тем, потому что в Израиле все, все не как у людей. Динамично. Динамично. И помимо того, что у нас открытая линия, помимо того, что мы молимся с людьми, помимо того, что мы говорим на такую животрепещущую, важнейшую тему, еще более важное событие здесь, в Израиле начинается череда особых праздников. И буквально сегодня, буквально сегодня вечером уже наступает, как говорит Священное Писание, наступает и уже наступил праздник. Да, уже звезда где-то видна, первая звезда. Поэтому сегодня официально наступил Новый год. Роша, Шана. В Израиле, опять же, несколько новых годов, годов. Два. И еще есть год деревьев, когда посадка деревьев начинается. Да, но мы говорим о начале Нового года. Два есть, и еврейские, и григорианские. Они не совпадают немножко, но... Да. Ну, в общем, как бы, евреи стараются, чтобы у них было много всего. И этот год очень важный. Об этом бы хотелось еще отдельно вообще поговорить. И в прошлом году мы делали особенный упор на пророческое значение библейских праздников, потому что, оказывается, праздник, который сейчас наступил, это праздник Нового года, и который касается не только Израиля. Этот праздник касается христиан. Для меня это было открытием. И для меня это как-то совпало, что это открытие я сделала здесь, именно в Израиле. Потому что у нас, вы видите, дорогие друзья, здесь в связи с праздником, в том числе мы поместили корзину с плодами, и здесь лежит шафар, и хлеб, и мёд. И для меня, помимо того, что это, безусловно, совпадение с праздником урожая, с таким уже благодарением Бога Всевышнего за те плоды изобилия, которыми Он насыщает нас, с радостью, этот праздник чрезвычайно важен, действительно, вот его пророческое значение, потому что это праздник, который символизирует приход царя, возвращение жениха. Этот праздник, который в реальности наступает, и священники трубят в трубы. И на самом деле, самое мое такое колоссальное было для меня открытие, оно до сих пор очень волнует меня, о том, что Бог изначально положил и открыл своему народу свои замыслы, как Он положил праздник Песах, Пасха, где Он и исторически спас израильский народ, и этот праздник обозначал спасение, исход из Египта, исход из рабства, исход из смерти, освобождение от смерти. Но именно в этот праздник пришел наш Спаситель, и Он принес самого себя в жертву. И следующий праздник Пятидесятницы, праздник первых плодов, плодов пшеницы. И в этот праздник, когда собирался уже обильный урожай, Дух Святой сошел, и люди уже не просто апостолы, которые сопровождали Иисуса Христа, знали лично, но уже произошел сверхъестественный урожай в Небесное Царство. И у нас остаются еще праздники, которые на самом деле несут в себе глубокий смысл. И удивительно, что Бог действительно ограничил себя замыслом своим же, ограничил себя словом, ограничил себя знаками, которые Он вложил в эти праздники. Поэтому этот праздник, он означает, не знаю, я в это верю, мы можем спорить, но я верю, что Христос придет как жених и как царь за своей церковью в осеннее время, вот этих праздников, поэтому мы можем ожидать того, кого мы любим, увидеть лицом к лицу каждый сезон. В принципе, много пророчеств говорит о том, что произойдет Суккот, так что пару недель у нас еще есть. И может быть так, и может быть так, потому что есть праздник Великого Суда, который будет через буквально неделю, полторы недели и так далее. Поэтому это потрясающие знаки, которые Бог оставляет, и которые подтверждают реальность Его замысла, Его присутствие, динамику. Во имя Иисуса Христа мы благодарим. И я хочу попросить... Просто хотел давать немножко к тому, что ты сказала сейчас. На самом деле, когда речь идет о празднике Роша Шана, это не совсем, будем так говорить, библейский праздник Нового года, потому что библейский праздник Нового года отмечается у нас первого Ниссана. В этом году это был, по-моему, 28 марта. Они не совпадают никогда с гиргирианским календарем, потому что каждый год это в разное время. Но факт тот, что традиционно этот праздник вошел как Роша Шана, как начало года, буквально там 1200-1300 лет назад, по одной простой причине. Праздник Песоха настолько великий, что совмещает два праздника одинаковых, то есть начало года, Нового года от рождения Адама, или с отцетворения Адама, вернее так. До Песоха оставалось слишком мало времени, и традиционное еврейство перенесло этот праздник именно на вечер этого года, как бы на закругление всего, когда уже вот мы действительно приносим плоды, и уже новый день наступает, как бы новая зима, вот эта вот немножко спячка и так далее, все точно символично описано в Талмуде, я сейчас не буду гуляться в это дело, но это не библейский праздник Нового года. Почему мы отмечаем как библейский праздник Нового года? Потому что евреи, еврейские равнины, мудрецы объясняют это так. Перед следующим пробуждением, перед следующим утром, перед следующей весной, мы должны проспать вот это вот время, когда мы можем отойти ко сну спокойно, когда мы очистились, вот праздник труб, принялись вот это вот прощение, что мы прощены, спокойно можем пойти поспать после всех этих трудов, принеся эти плоды в сукот перед Господом в жертву. Ну и это была такая очень красивая история на самом деле. Но Новый год наступает первого Ниссана, поэтому мы этот празднуем Новый год, и мне традиционный Новый год, называем его Роша Шана. Да, он еще называется светский на самом деле, больше светский. Ну да, по большей части светский. Новый год. Но, слава Богу, напоминаю вам, что это открытая линия телеканала. Здесь у нас гости готовы молиться с вами, готовы отвечать на вопросы. И я также побуждаю вас, сейчас продолжается молитвенное предстояние. Уже совсем скоро, буквально через неделю, у нас начнется марафон, марафон прорыва. И это время, когда действительно, вот Авель сейчас напомнил, что готовят к спячке. Не хотелось бы, чтобы мы спали, конечно, но хотелось бы, чтобы мы прорвались в тех сферах, в которых нам нужно отвоевать то, что принадлежало когда-то врагу. Поэтому присоединяйтесь к нам. За каждую молитвенную нужду мы молимся не только здесь, в прямом эфире, но и за пределами церкви молятся. Церковь, где находятся тоже наши братья, она также поддерживает в молитве. Вас, дорогие зрители, и также сотни церквей и служений в разных странах приносят молитву. А вас Господь знает, как распределять благодать, веру. И я знаю, что есть разные чаши, набывают одинаковую нужду, выглядят одинаково, но сколько нужно за неё молиться, Господь ведает, но ответ всегда Господа есть. Он купил его своей жертвенной кровью. Аллилуйя! И у нас тема сейчас финансы. Да. Илья, хотела тебя спросить, вы изучили ряд вопросов, которые к нам приходили, и поскольку ты, хотя молодой достаточно человек, ну... Спасибо. Да. Хотела тебя спросить, какие твои действительно мнения, это тема, которая достаточно глубокая, серьёзная, ты понимаешь, что её за даже полчаса, за час, за два сложно раскрыть, но всё-таки, вот есть важнейшие твои сейчас выводы уже даже по тем вопросам, в том числе, которые к нам приходят в студию. Ну, вот то, что мы успели прочитать от дорогих наших телезрителей, какие-то вопросы, мы постарались как-то сегментировать их, попробуем, так, может быть, немножко перекликаясь и пересекаясь, но тем не менее, попробуем на какие-то принципиальные вещи ответить. И один из таких основных вопросов состоял в том, что вроде бы мы служим Богу, вроде бы мы соблюдаем всё то, чему нас учат, но при этом не видно тех плодов или тех результатов, которые бы, ну, так скажем, наше сердце, оно ожидает от Господа получить какое-то воздаяние, и как бы, как вообще, в принципе, реагировать на это, да, то есть, и это, эти вопросы, они, ну, от нескольких людей мы бы получили. И я уверен, что если мы сегодня хотя бы, знаете, царапнем по поверхности этой темы, я уверен, что дальше, изучая, может быть, самостоятельно даже Писание, молясь Богу, вы увидите, какие вообще именно вам Бог даёт ответы на эти вопросы. Но прежде всего, вот если, если касаться этого вопроса, да, как бы, мы уже говорили о том, что вообще за всё в этом мире отвечает серебро, и что нам реально нужно как-то, не то чтобы, знаете, как бы во главу угла это ставить, но эта тема такая достаточно животрепющая и основная как бы нашего пребывания здесь, нам точно нужно расставить некие ориентиры, да, то есть точно совершенно понять вообще в принципе а в нужном направлении мы идём или нет, или где-то мы может даже потеряли уже мир, и наше сердце прилепляется к сокровищам этого мира, при условии, что мы может быть даже ими и не обладали. Ну, то есть они даже к нам в руки не попадали. Это тоже, к сожалению, возможно такое и даже возможно у верующих. И реально, как бы, как сказать, если рассматривать те ситуации, которые нам были описаны вот в вопросах, мы точно можем сказать о том, что, ну, нельзя нам, как верующим людям, терять из фокуса вообще в принципе а какое призвание имеет для нас Господь, в чём состоит та задача, та миссия, которую Бог возлагает именно на каждого из нас. Потому что, когда мы это теряем из фокуса, то получается, что мы акцентировать внимание начинаем на ресурсах, на средствах достижения, коими деньги тоже являются, да, то есть если Бог нам говорит идти там, проповедовать, да, то мы, как бы, резонный вопрос задаём, а как мы будем обеспечивать свои семьи, да, или вроде бы мы и работаем, и служим, но при этом нет какого-то устройства, так, чтобы наше сердце вот прям, как это, с удовольствием благословляло, да, Господа. И здесь реально нужно понять, а где вот то призвание, насколько мы акцентируем внимание именно на этом, и дальше, исходя из этого, а какими путями Бог хочет благословить нас, потому что Писание говорит нам о том, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, и получается, что ресурсы, да, то есть определенные, как сказать, мы можем, смотря на неверующих людей, более успешных в каких-то работах, карьере и так далее, как бы соблазняться, потому что вроде бы получается, что есть некий диссонанс, да, но при этом, при всем, Бог говорит о том, что Он дает нам равные возможности, ну, как бы, как всем людям здесь на земле, и наша задача именно получить эту мудрость от Господа для того, чтобы увидеть, а каким путем Бог хочет высвободить те ресурсы, которые призваны, как раз нас не увести от Его призвания, а наоборот, ввести и помочь осуществить ту задачу, которую Бог возлагает на каждого из нас. Это очень важно, чтобы вот мы понимали и переживали, на самом деле, ну, как сказать, видели ту задачу, которая именно перед нами стоит, потому что, еще раз повторюсь, очень часто смещается ракурс, очень часто смещается фокус, и из-за этого вся жизнь может уйти как бы в разнос. Или, когда мы, например, достигаем какого-то результата, получается, что в этот момент происходит как раз дисбаланс, и мы скатываемся. К сожалению, за мою практику я видел людей, которые очень часто, достигая финансовых результатов каких-то, отступали от Господа и теряли мир, который реально, как сказать, с таким воодушевлением они приобретали от Господа, как только-только делали какие-то первые шаги. Поэтому нам прежде всего реально нужно увидеть, в чем состоит наше призвание, каким образом мы должны двигаться. Потому что, еще раз тоже, опять же повторяюсь, у нас есть масса, масса возможностей получить Божие благословения, получить обеспечение. Я вот, если можно, прям короткий пример приведу, маленький, когда... Я хочу, чтобы ты помолился. Вот сейчас заканчивается у нас первый блог, ты приведешь пример и помолись за наших зрителей, те, кому особенно нужен финансовый прорыв. Здесь очень много просьб, вот я сейчас читаю просто молитвенные просьбы, и большинство просьб, но именно о погашении кредитов, о выходе из долговых обязательств, о том, чтобы разрешить финансовую нужду, связанную с кредитами. Тогда давайте мы сначала помолимся, а потом я приведу пример в следующем блоге. Договорились. Хорошо. Дорогой Небесный Отец, мы превозносим перед тобой просто все эти нужды, нужды людей, которые писали, или кто-то не писал, но сейчас смотрит эту передачу. Мы просим тебя, Господь, о том, чтобы ты призрел на эти нужды и показал, каким образом их можно восполнить, каким образом, прям в ближайшие шаги, какие-то время, это можно будет просто уладить и реально выйти из этих долгов. Во имя Иисуса Христа мы просим тебя, Господь, о том, чтобы просто ты действовал, ты давал мудрости, ты располагал сердца людей, ты давал божественные встречи, чтобы эти решения, они находились как можно быстрее и как можно эффективнее. Во имя Иисуса Христа да будет тебе за все слава и честь. Аминь. Аллилуйя, Господь, я благодарю тебя за то, что ты сверхъестественный Бог. Я прошу тебя, чтобы были уши открыты к слышанию Слова Твоего, к слышанию Духа Твоего, потому что ты сверхъестественный Бог. И там, где с естественной точки зрения нет никакого шанса на спасение, на исцеление, на освобождение. Ты, Господь, настигаешь, покрываешь, Господи, спасаешь и защищаешь своих детей, верных Тебе. Господи, пусть вера не перестанет. Господи, я прошу Тебе и сейчас, Господи, во имя Иисуса Христа мы соглашаемся в молитве против всякого духа уныния, духа депрессии, и духа, который говорит, нет, у тебя ничего не получится, Бог не слышит тебя, ты не достоин помощи. Во имя Иисуса Христа пусть от обилия Божьего прикосновения распадется, вот это бремя, бремя обвинений, бремя неверия. Во имя Иисуса Христа просто подними дух слышащих Тебя, ищущих Тебя, Господи, ждущих спасения от Тебя, и ты не замедлишь. Во имя Иисуса Христа мы высвобождаем движение и течение Духа Твоего. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сейчас и во время этого эфира и за его пределами, Господи, чтобы Ты посылал своих ангелов, которые будут созидать сверхъестественные встречи, которые будут располагать сердца, которые будут давать сверхъестественную милость, благоволение, Господь, в этой сфере, Господь, в сфере исцеления, в сфере восстановления взаимоотношений, Господь, мы отдаем сейчас Твои руки всей этой огромной скопящей нужд, но, Боже, более всего мы благодарим Тебя, что Ты сам созидаешь в детях своих веру и движение Святого Духа, потому что мы живем, дышим, движемся Тобой, и Тобой мы совершаем спасение вместе, в согласии и сейчас, драгоценные, мы покажем вам замечательный сюжет, как раз сюжет о спасении и благословении семьи, которая верою получила то, что было предназначено им Небесным Отцом, когда князем мира у них был план на зло, но Бог обратил свой план и поставил его выше всех козней, выше всех прогнозов, и Господь имеет такое же благословение для вас. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я бы хотела рассказать о славе Божьей в моей жизни, когда я ходила к Богу в молитве не только как к Отцу, но и как к Судье всей Вселенной, потому что Слово Божье говорит, Он единственный законодатель или судья наш, могучий спасти и погубить. И поэтому я пришла к Богу на суд и рассказала свою ситуацию о жилье у моих детей. Они были прописаны две семьи, девять человек на 16 квадратах. И нас никак не могли снести, и поэтому на суде я написала, что у моих детей не хватает квадратов, что дом у нас аварийный. Но адвокаты, в котором я ходила, они сказали, что в любом случае присносили или когда мы пойдем на суд, может быть, мы получим столько, сколько нам положено. То есть 16 квадратов, но в лучшем случае однокомнатная квартира. Но я молилась и просила Бога об откровении, как Господь молиться. И Бог дал мне откровение, это Иоанна, 14 глава. И здесь написано с первого стиха, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И тогда я начала молиться, это были молитвы, ежедневные молитвы, ежедневное упование на Бога, вот эти местописания. И Господь совершил чудо. Мы подали заявление на суд, на администрацию города, и суд присудил нам с 16 квадратов 117 квадратных метров. Но потом, когда мы пришли в администрацию с этим судебным решением, нам сказали, что вы не запланированы, и поэтому ждите, когда депутаты, они внесут вас в очередное строительство. Это было настолько долго, что у нас сначала опустились руки, но мы потом начали доверять снова Богу, снова этому местописанию, после того, как я молилась, я подошла к пастору церкви, Нине Михайловне Сусловой, и сказала, Нине Михайловне, можно ли я пойду на суд? Подам на суд. Она говорит, а ты была на суде у Бога? Я сказала, да, я написала. И тогда она высвободила слово, что я благословляю вас трех- и четырехкомнатной квартирой. И Бог сделал чудо. Бог послал компанию именно на нашу землю при сносе, и нам сейчас дали трех- и четырехкомнатную квартиру нашим детям. Это вся слава нашему Господу. Вы знаете, Господь наш, Он не только отец, Он наш судья. И не бойтесь, потому что своих детей Он всегда оправдает, Он всегда поднимет, потому что кровь Его, Его Сына велась, чтобы оправдать нас, чтобы помогать нам. Господь совершил не одно чудо в моей жизни. Он исцелил меня от врожденного порока сердца. Потому что раньше я была освобождена от физкультуры. Всю свою сознательную жизнь школьную я не могла бегать. У меня были очень сильные боли в сердце. А когда я пришла к Богу, Бог исцелил меня. И сейчас я бегаю вперед своей дочери, которая 30 лет, которая занималась всегда легкой атлетикой. Рассказывая о своем чуде исцеления, ты помогаешь другим людям обрести веру в Божью силу, в Божью славу, в добрые дела и спасение. Спасибо вам за марафоны, за чудесные проекты. Благодарю за ваши молитвы и служения. Я черпаю очень много поучительного и полезного из ваших программ и стараюсь применять это в своей жизни. Слава нашему Богу! Спасибо за то, что вы есть. Ведь каждый прожитый тобою день – это уже чудо. И если в этом чуде ты рассмотрел Божий промысел, прочувствовал его, то поделись этим с такими же, как ты. Давайте вместе зажигать огонь в сердцах миллионов. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Прострить церковь руки свои и вы возложите руки на нужды. Наш драгоценный Господь и Бог. Я знаю, как ты любишь всех, кто присылает тебе нужды, всех, кто молится тебе в тайне, кто плачет в подушку. Я знаю, как ты любишь нас всех, мой Бог. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Мы будем усердно молиться, потому что мы веруем в великого Господа, который имеет для тебя, дорогой друг, ответ, для тебя исцеление, ответ на твою нужду. Пусть Господь благословит вас, и мы будем вместе предстоять перед нашим Господом в молитвах и в ходатайствах. Аминь. И хочу напомнить, что с вами молятся не только Лондон, как вы видели сейчас в этом коротком ролике, не так много церквей, которые молятся с нами, присылают нам видеосюжеты о том, как и где они молятся, но таких молитвенных групп сотни по всей земле, и это чудесно, и это благословенно. И вот Илья обещал нам сейчас поделиться свидетельством. К нам также в студию приходят свидетельства. Одно из них звучит так, что спасибо вам за молитвы, за поддержку. мы чувствуем и видим, как финансы начинают возрастать. Девушка из Таджикистана прислала. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Что касается моего свидетельства, или истории, которую я обещал в прошлом блоке рассказать, она заключается вот в чем. Дело в том, что когда мне было там только 19 лет, я был бедным студентом, евреи бывают бедными студентами, я так выяснил. Пока не студентом. И покупал буханку хлеба на целый день, ботиночек у меня промокал, была такая ситуация, где-то наступил на гвоздь, и, соответственно, когда снежок выпадал, все нормально было, как только он превращался в такую жижу, а в Москве частенько такая погода бывает противная, когда вроде бы не снег, и не... Ты человеку из Питера это рассказываешь. Да, точно. Вот, но в Москве иногда бывает такая погода, я так как-то объясню. Даже в Иерусалиме, когда выпадают в Англии, снег раз в 10 лет. Да, нет, ну в Москве чаще, вот, в Питере, наверное, еще чаще. Но, тем не менее, получается так, что я пришел к пастору и говорю, вот вижу, что для евангелизации нам нужен принтер, копир, сканер, вот три в одном, аппарат для того, чтобы мы могли брошюру делать и распечатывать, и чтобы мы могли свободно в нужном количестве братьях и свидетельствовать людям. Мы тогда ходили активно в парке, общались с людьми, благовествовали. И он говорит, ну, классно, что ты это увидел, но у нас денег нет. Я подрастрос, он до этого говорил о том, что если вы видите что-то, что нужно улучшить, там, как-то модернизировать, вот, соответственно, обращайтесь. Я, как ответственный парень, подошел, все это дело высказал. Вот, он говорит, но, послушай, наверняка не просто так ты это увидел. То есть, кто-то же тебе это показал, и говорит, я уверен, что Бог тебе это показал для того, чтобы ты смог решить эту задачу, смог решить этот вопрос. Когда я стал задаваться вопросом и, соответственно, поинтересовался у пастора, как, если я бедный студент, у меня ресурсов нет для того, чтобы эту задачу решить. Вот, он сказал, ну, не обязательно же, что ты должен сам полностью, как бы, это все дело приобрести. То есть, может быть, ты поделишься этим видением с кем-то, у кого есть ресурсы, кто может пожертвовать какую-то сумму, может быть, их будет много людей, и, соответственно, мы сможем собрать эти деньги. Просто начинай делиться этим. И я реально подошел к нескольким людям и стал озвучивать это. Один сказал, что я знаю, говорит, про твой ботинок, может, я тебе обувь куплю. Он мне так не купил, обувь, правда. Вот. Но были и те, кто, как сказать, были заинтересованы, но они задавали вопрос у меня такой, а ты сколько, как бы, как поучаствовал? Я говорю, ну, я же бедный студент, у меня же денег нет. Ну, соответственно, нисколько, но вы можете получить это благословение, если поучаствовать. Но спустя какое-то время, то есть, люди не участвовали, но спустя какое-то время я пошел работать в ЦИНИП-жилище, или как-то так, не помню, чертили дома, короче, чертили дома, которые строились в Бутово, я надеюсь, что я там все правильно начертил, проработал несколько месяцев, но тем не менее, получается так, что я получил зарплату. Это были небольшие деньги, даже для меня тогда казались они небольшие, но тем не менее, у меня был выбор, там, полечить зуб или, как бы, как сказать, сохранить эти деньги для вот этого, сканера-копирова-принтера. И я принял решение, что я откладываю эти деньги, то есть, я не буду вот сейчас там лечить зубы, а именно сделаю, ну вот, отложу. Интересно, что, во-первых, Бог усмотрел так, что я смог вылечить зуб абсолютно бесплатно, то есть, там получилось так, что я как студент, оказывается, имею такую привилегию. Да. Второй момент, что после этого, как раз люди начали участвовать, активно жертвовать, и реально там получилось так, что да, процесс растянулся на год аж, но мы смогли купить, как раз классный, очень качественный вот этот вот сканер-копирова-принтер, и плюс еще резак для того, чтобы как раз ровненько все это дело отрезать. И до сих пор, по-моему, этот где-то резак хранится у нас там на складе. Он благословил не одно поколение студентов библейской школы и евангелистов вот в нашей небольшой общине. Но, тем не менее, я что хочу сказать, что когда мы вот именно определяемся с целью, когда мы понимаем, какое является призвание, потому что в конечном итоге это определило вот ход моего служения в плане того, что я понял, что я призван к тому, чтобы высвобождать деньги в Царство Божие, чтобы участвовать в этом, насколько я могу, насколько я вот открыто для меня это. И, соответственно, это вдохновило очень многих людей также участвовать в этом и, соответственно, приложиться и иметь часть к этому. То есть, очень важно, когда мы говорим о ресурсах, когда мы говорим о Божьем благословении, а для чего мы хотим это благословение? Для того, чтобы просто было нам хорошо жить и не тужить? Или все-таки есть какая-то большая цель, которую мы идем, которую мы получили от Господа? И это вдохновляет и зажигает людей вообще вовлекаться и вместе с нами двигаться, подключать свои ресурсы, не обязательно финансовые, они, может быть, кого-то знают, кто-то может помочь нам какими-то уже готовыми результатами. То есть, знаете, некоторые репцентры, например, звонят на всякие производства, фермы и так далее, и спрашивают, есть ли у них какие-то излишки? И, соответственно, люди рады, что у них забирают излишки, потому что им не нужно с этим возиться. Уже какое-то высвобождение определенных ресурсов. То есть, на самом деле, очень многие моменты, они решаются гораздо проще, и для этого даже не нужны финансы, вот если говорить по-крупному, да? Но нам очень важно определиться с тем, какая у нас цель. Это раз, два, от Господа ли она? Потому что нам важно, чтобы это было не исходя из наших амбиций, не исходя из наших каких-то пониманий, как правильно и как надо, а исходя из того, что Бог нам сказал, исходя из того, для чего Бог нас высвободил, для чего Бог нас вообще предназначил быть нам там, где мы сейчас находимся. И я уверен, что если осознание и переживание этого произойдет у вас, то вопрос с ресурсами, он сам собой отпадет, потому что будет показан и выход из этого, да, и дальнейшие шаги, каким образом можно двигаться и как это будет реализовано. Добавить к тому, что Илья сказал, на самом деле, вот говорят, не возживай того, всего, что у ближнего твоего, да, на самом деле, если мы не будем видеть то, что есть у других, мы не поймем, на самом деле, нужно ли это нам. И на самом деле, можно желать вещи, которые есть у ближнего твоего, не в смысле взять у него, а в смысле, что-то такое же, предположим, но мотивация должна быть правильная. Предположим, говорит человек, я хочу машину. Вопрос, или я хочу машину для удовлетворения своих собственных нужд, или я все-таки хочу машину для того, чтобы послужить в церкви, например. И как вы, вот Илья во всем первом блоке говорил, что нужно выяснить свое призвание, к чему Бог призывает, какая воля Божия. Нужно просто помолиться и выяснить для себя, может быть, задействовать несколько человек в этой молитве, может быть, пастора своего задействовать в этой молитве, чтобы выяснить, для чего на самом деле Бог хочет нас использовать. И будет открыто, например, если вас Бог побуждает купить машину, то вы можете купить опять же машину из мотивации «машина удобная для меня» или «машина удобная для служения». Иногда машина, которая вот удобна для служения, вы можете ей послужить так, что это благословит и вас, и вашу семью, и все, что вы делаете. И наоборот, если вы купите машину для себя, вроде побуждения от Бога есть, но мотивация неправильная, и вы будете себя чувствовать, ну, будем так, не в своей тарелке поэтому нужно вот то что я сказал увидеть куда бог вас ведет понять что если вы делаете шаг вперед бог делает тысячу шагов навстречу вам и тогда у вас будет все просто с определением своего предназначения тогда действительно вы сможете высвободить свои финансы свои ресурсы если у них них нету в виде купюр то в качестве времени там виде знакомств в виде каких-то связи которые у вас есть для того чтобы царство и божие расширяла здесь вот тогда благословение реально придет не на вас и вы по крайней мере перестанете нуждаться нет уж проверено точно могу сказать я хочу напомнить что вчера на своей странице фейсбуке я задала вопрос если бы у вас был миллион долларов чтобы вы сделали люди начали писать и конечно кто-то очень общую я бы там часть раздал часть благословил там близких часть часть благотворительностью занимался есть очень конкретно там 200 тысяч принес бы в церковный совет 500 раздал бы родственникам и пасторам а 300 потребил бы на развитие семейного бизнеса кто-то очень разумно говорит нужно сначала молиться о мудрости потому что с такими деньгами можно навредить немало и это на самом деле действительно очень серьезный вопрос и очень важный я хочу два две буквально иллюстрации потому что сказала второзаконие 8 18 написано чтобы помнил господа бога он наделяет силой обретать богатство не обретать богатство потом вспомнить сначала чтобы помнил и тогда обретать богатство будем помнить бога понимать откуда все это приходит а все благое написано от отца светов тогда и благословение будет на все что будем не неважно какая сумма будет приходить миллион долларов 10 долларов вот интересно что здесь получается что илья ты отдал тогда почти всю свою зарплату на пол полностью всю даже не 10 процентов 100 процентов пусть даже это как бы но для тебя это было сокровищем я не починил это свой ботинок на тот момент но что пришла весна я хочу сказать что действительно есть разные средства разные объемы но вот если суммировать то о чем мы говорим сегодня важно действительно понимать что мы призваны вкладывать в царство божье и и конечно поддерживать семью и сегодня только с мамой разговаривала и она напоминала мне тоже о том что для них дети были всегда сокровищем и и общаясь с нами они понимают что их тоже часть служить божьим людям которые господь просто рядом с ними поставил церковь и они служат миссионерам пастором из южной кореи поддерживают их и и мама просто чувствует очень часто водительство помогать незнакомым людям потому что в ее жизни очень хорошо работает стих сеть собирайте себе сокровища на небеса и тогда господь устроит и усмотрится и она знает что это будет воздаваться в жизнь ее детей внуков и правнуков и так далее я к чему я потому что это тоже действительно исходя из ресурсов то есть моя мама пенсионер в украине и у нее мало ресурсов и она делится тем картошка продукты какие-то время действительно забота с другими людьми которых она не знает но она это делает в любви и все они действительно для господа здесь мы говорим про там миллион долларов фигуральный там виртуальный но бог действительно приходит туда когда есть намерение когда есть цель когда есть план и конечно он видит и сложности он видит и ситуацию которая описана в писании бедные вдовы до вдовы пророков и вдовы служителя своего у которого были дети и которые оставил ее с долгами но бога было для нее пропитание это же опять же вспомнил это место писания как раз да этот пример интересно да что пророк спросил а что есть у тебя то есть бог обращал внимание ее на те ресурсы которые у нее были на тот момент не просто как сказать там на отчаянное положение и об этом и пророк да и божий человек знал и она сама прекрасно знала сам бог это знал но очень важно что он с акцентировал внимание именно на том может быть не самым большом но тем не менее ресурсы которые у нее на тот момент находился и классно что бог размножил это да то есть да она сделала то же самое что пастор тебе сказал она пошла еще по соседям и у них взяла сосуды были пустыну это было все равно она обратилась к людям я бы пошел еще раз по соседям еще написано что масло закончилось когда сосуды закончились надо было ходить и собирать еще классно рассуждать когда ты уже понимаешь льешь и понимаешь что она умножается но когда ты собираешь так ну сказал ладно уже сделаю вот то как бы чуть-чуть по другому все все же таким мотивация была конечно надо было какие-то кувшины брать здесь вот вопрос такой я не буду называть имя сестра который писал этот вопрос я думаю она сама вспомнит здесь речь идет о сестре которая два с половиной года назад ты покаялась и пришла господу и сегодня у нее вроде как ну со стороны других людей может быть все хорошо и сама напишет что у нее в жизни что-то не в порядке хотя с богом все в порядке аллилуйя слава богу у нас бог такой с которым все в порядке всегда человек интересует вопрос такой что у тех кто еще пока не покаялся то есть не у детей божьих пока как она пишет все есть и дорогие машины и квартиры и хорошая зарплата и так далее она ничем не отличаясь от них соответственно страдает от всяческих различных проблем например не очень хорошая машина живет не в своей квартире и долгов на 135 тысяч рублей знаете когда мы в школе учимся нам говорят начать запишите условия задачи условия задачи такие-то 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 и задача стоит в том чтобы найти решение исходя из условий все условия задачи вы здесь изложили решение задачи находится в самом условии задачи вас конкретно обозначена сумма денег которые у вас осталось в долгах не до 135 тысяч рублей вам необходимо просто сесть и написать программу я понимаю как человек который занимается бизнес-тренингом женщине тяжело написать программу потому что женщина заботится о доме она не может понять что такое рискнуть деньгами на не может понять что такое не заплатить за детский сад за школу за еду и так далее потому что ей нужно позаботиться о том что все в семье было устроено это нормально для этого у вас в церкви есть служители которые могут вам в этом помочь слава господу у нас церкви есть илья ландсман который каждую пятницу проводит семинар финансовой грамотности приезжайте к нам значит в поищите в вашей церкви человека который помазан на благословение финансовой сфере человек который своими ресурсами которые у него есть создает какое-то благо для людей служит людям через такое служение попросить его помочь вам составить программу потому что поверьте мне что 135 тысяч рублей вам может быть кажется за облачной суммой но даже как бы при всем при том что там много такую сумму в принципе может заработать за год вопрос что для этого нужно сделать вот для этого создается программа садитесь и пишите сколько вам нужно например сэкономить в месяц сколько вам нужно недоплатить за какие-то вещи без которых можете обойтись и вы увидите как все эти проблемы начнут решаться проблему нельзя решать сразу все и сразу и машину и хорошую квартиру и решить долги нужно избавиться от сначала от того что самое сложное самое сложное до долги потому что они всегда растут на все остальное можно приобрести впоследствии мини-программу ты уже выдаешь выдаю чтобы было понятно с чем с чем прийти окей и просто помолитесь чтобы господь привел вас к тому человеку который эту программу вам сможет помочь написать если у вас возникнут с этим трудности напишите на тбн как-нибудь вас свяжут с нами и я вам с удовольствием поможет я как-то могу помочь вам сорбанизоваться потому что моя специализация это не 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 добывать богатство систематизировать то как это делает да то есть какие-то процессы организовывать мы с удовольствием вам поможем и не нужно отчаиваться и спрашивать что с вами не в порядке с вами как раз все в порядке вы в божьих руках бог обо всем позаботился и может быть как раз сегодня это есть ответ на ваши вопросы Просто воззовите к нему, и он ответит. Он покажет вам того, чего вы даже не мечтали. Может быть, сегодня ваша картина с неправильной мотивацией отдать долги и купить машину, видит и Бог эту картину, но он говорит, обратись ко мне, и я покажу тебе пути. Пока не обратишься, путей не увидишь, потому что он знает свои намерения о нас во благо, а не во зло. И наши мысли, к счастью, не его мысли, он точно знает, как нас привести в Божье Царство. И я думаю, что это ответ не только даже для этой нашей сестры, но на самом деле для многих телезрителей, которые нас сегодня смотрят или смотрят эту передачу в записи. Правда, если мы будем задаваться правильными вопросами, если мы попробуем именно шаг за шагом осуществлять то, что мы наметили, то я уверен, что Бог нас будет встречать. Он как раз хочет нас благословить, Он хочет изливать, Он хочет дать нам, как Авелий сказал, больше, чем даже мы помышляем. Так говорит, Писание. И точно совершенно есть у него пути, каким это образом может быть. Причем, знаете, основной на самом деле момент, который мы разбираем как раз на семинарах, о которых Авелий говорил, мы просто в нашей общине встречаемся и обсуждаем все эти вопросы, связан с тем, что на самом деле мы сами ограничиваем Бога. Мы сами ставим и говорим о том, что какие-то вещи, они невозможны. Мы сами говорим о том, что есть, как сказать, что вот это реально, а вот это нереально. Вот это как бы есть какое-то решение, а здесь нет. Поэтому нам самим нужно убирать эти шоры. Да, слава Богу. Знаете, я вот смотрю в том числе отзывы, которые приходят сейчас на эфир, и они приходят из Украины, из Узбекистана, из Привольного России. Знаете, они самые богатые места, но это наши партнеры, которые откликаются, говорят, Господь говорил мне вашими словами, я хочу поддерживать вас своими финансами, я знаю, что это мое предназначение быть благословением. Спасибо вам, Валентина, из Узбекистана. Быть вашим партнером – это большое благословение для моей семьи. Я раньше думала, что быть партнером – это сделать вызов финансам, и Бог нас больше благословит. А истина в том, что Бог уже все дал, ты просто возьми и живи, ведь Бог более заинтересован, чтобы мы жили в избытке. Слава Богу, спасибо вам за труды. Я просто сокращаю, и я хотела бы, чтобы мы сейчас, выходя на информационные ролики, чтобы мы помолились еще за наших друзей. Только что пришло свидетельство из Украины, Любовь пишет, просила молиться за моего мужа, он пропал, не было вести три недели. Мы вместе с вами молились, спасибо, Бог помог его найти. Он был на вокзале, потерял память, но, слава Богу, он живой. И просьба молиться об исцелении Ильи из Белоруссии, из Одессы, просят молиться за рост во Христе, болит поясница, почки, нужны документы, гражданство, спасение детей, чтобы люди могли рассчитаться с долгами. Хочу, чтобы ты попал в молитве. Давайте мы вместе соединимся, и мы выходим на ролик. Аллилуйя, Отец Небесный, мы доверим тебя за то, что ты, Господь, встречаешь нас, Господь, за то, что ты дал нам четкое повеление свое, Господь, следовать Твоему Слову и выбирать жизнь, а не смерть, Господь. И мы выбираем сейчас жизнь. Я просто провозглашаю жизнь в жизнь каждого человека, который сейчас написал об этих нуждах. Я провозглашаю жизнь под сенью Всевышнего, под крылом Его всемогущим. Я просто провозглашаю, что сейчас Господь встречает вас на входе, на выходе, где бы вы ни были, оберегает вас в поле и дома, оберегает вас во всех трудах ваших, благословляет дело рук ваших. Я просто сейчас высвобождаю это благословение во имя Иисуса Христа. Просто принимайте его, потому что Господь знает точно, что вам нужно. И сегодня просто отдайте все в руки Божьи. Просто возьмите себе за основу жизни ваш 138-й псалом, где написано, что ты, Господь, знал обо всех днях моих, когда ни одного из них еще не было. Поверьте, просто доверьтесь Ему. И станьте праведниками прямо сейчас, то есть поверьте Ему в одну секунду, как Авраам поверил в одну секунду, и Он был просто назван другом Божьим. Быть другом всемогущего Бога – это самое большое благословение, которое может быть. Я просто высвобождаю Его сейчас на каждого нуждающегося, на человека, который сейчас сидит и страдает от язма в ногах, который не может зажить, которые у него возникли в детстве его употребления наркотиков. Просто прислушайся к человеку, который приходил к тебе и говорил, ты нуждаешься в Иисусе, и ты просто сейчас, прислушаясь к Нему, придешь к Богу, и Он скажет, я излечу тебя, как Он излечил того самого человека, который 38 лет искал причину, почему он до сих пор не выздоровел. Ты просто встанешь и пойдешь во имя Иисуса. Я просто провозглашаю сейчас освобождение благословения на исцеление от всех душевных болезней, как депрессия, как уныние. Я просто говорю, что мы сейчас противостоим этому всему. И тот сейчас, кто сидит, или та сестра скорее сидит и думает, что у нее в жизни все закончено, что больше ничего не может произойти. Я говорю тебе просто сейчас, после этого эфира, возьми в руки Библию, прочитай 90-й Псалом и пойди вопрошать Бога, где воля Его, чтобы Он понес тебя туда, и тогда Он прикажет ангелам, чтобы подхватили тебя и понесли, и не притнешься, и придешь к тем берегам, которые Бог уготовил для тебя. Пусть все это прямо сейчас произойдет в твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя Господь. Пишите, звоните. Мы хотим передать приветствие с Дальнего Востока, всему каналу ТБН, всем сотрудникам. И мы являемся, я являюсь пастором церкви Возрождения из поселка Лучегорск, Дальнего Востока, Приморского края. Это мой помощник и моя сестра в Господе, и сестра по крови, Татьяна. И мы желаем всему каналу ТБН процветания, большого, огромного процветания, чтобы через ваши телепередачи поклонялись Господу многие люди и каялись, и принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И мы благодарим за этот канал, чтобы он распространял свои пределы больше и больше, все шире и шире, по всему миру, захватывая всех и каждого. Благодарим, что мы являемся вашими партнерами, потому что мы много получаем от этого канала, наседаемся как сами верующие, так и приглашаем неверующих смотреть тоже. Мы говорим, чтобы они смотрели эти каналы, ваш канал ТБН, потому что он о многом говорит, много показывает, много информации, и так как для верующего, так и для неверующего. И мы хотим просто благословить ваш канал, чтобы он еще больше и больше процветал, и еще больше и больше было у вас поклонников, и чтобы еще больше и больше люди приходили в Царство Божие через ваш канал. Да, пусть будет больше партнеров, которые заключали бы партнерские отношения, и чтобы сеяли свои финансы в это служение, это нужное служение, которое как Иоанну привиделось два ангела на небе, и потом было бы такое пророчество, что это два спутника, два спутника телеканала, это ТБН и СНЛ. И мы очень рады, что мы являемся действительно вашими партнерами, и что у нас есть возможность сеять в это служение. Аминь. Благодаря вашей помощи общественный телеканал ТБН «Россия» распространяет Слово Божие по всей земле. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Сделайте пожертвования прямо сейчас. Вы можете воспользоваться системами денежных переводов «Вестерн Юнион», «Мани Грэм», «Контакт», «Золотая корона», «Близко» и «Мигом». Денежные переводы – это быстро, надежно и доступно в любой стране, удобно и не требует дополнительных навыков. После совершения пожертвования обязательно свяжитесь с нами для передачи данных. Наш телефон – плюс семь восемьсот двенадцать триста девять тридцать пять ноль девять. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте. И у нас особенный день. Напоминаю, что это прямой эфир из Израиля, из Русалима. И вы можете писать нам, задавать вопросы, посылать свои свидетельства, отзывы, отклики. Мы готовим для вас таких людей, которые знают не понаслышке, что такое работа с финансами, что такое работа с семьями. Через следующий месяц нас ждет тема духовность, основополагающая тема, важнейшая тема. Но сейчас у нас в Израиле в том числе наступил особенный праздник. Мне кажется, я слышу звуки салютов. И Авель хотел поделиться как раз о том, что же такое Новый год. Ну, я уже в начале передачи сказал, что Новый год, он символический Новый год. Но на самом деле, если мы уже празднуем его традиционно, то стоит упомянуть о паре традиций еврейских, которые пришли в этот Новый год. И здесь их два. Первая традиция – это яблоки, как вы видите. И вторая традиция – это гранат, который здесь находится. Я думаю, что можно попросить оператора показать эту замечательную корзину с плодами. Здесь почти как раз все фрукты Израиля, ну, кроме ананаса, пожалуй. Самое главное, что здесь находится еще финик. Вот тот самый мед, о котором говорил Давид, я его могу подержать, если надо. Тот самый мед, о котором говорил Давид, это мед, который когда-то назывался, ну, сейчас называется дваж, но тогда это был, он мед был сделан из фиников. И это именно о том меде говорит Ипсалма Петя. Нет, именно Давид. А Моисей, землю, которая течет молоком. И Моисей тоже, да. Он говорил именно об этом меде. И сегодня мы просто берем вот этот мед, обычный пчелиный мед, по одной простой причине. Потому что традиция праздновать Новый год Рошашана, который мы сегодня празднуем, завелась в Европе. В Европе, к счастью или к сожалению, фиников нет. И просто использовали мед. Откуда взяли это, если вы сейчас откроете 118-й псалом, 103-й стих, там написано, что «слова твои слащие меда для уст моих». И когда мы берем с вами яблоко, это один из самых богатых плодов, которые есть в Израиле вот в это время. Сегодня здесь все просто заварено яблоками, в любом магазине, какие хочешь, красные, синие, зеленые, какие хочешь, если есть яблоки. И это самый богатый плод, который здесь произрастает. И в Европе, кстати, то же самое. Это плод осенний. Так вот, берут яблоко, и как символ того, что это завершение года, когда вся земля просто отдает все, что у нее есть, все плоды, которые у нее есть, в наше распоряжение. Потому что мы собираем этот урожай, пользуемся им. Мы макаем его в мед для того, чтобы попробовать его и запечатлеть ту сладость от закона Божьего, которую мы получаем. То есть, псалмопевец, на самом деле, с 89 по 103 стих рассказывает именно о том, почему он подводит, что слаще меда для уст моих, потому что там все расписано прям поэтапно, как он изучает, как он вникает в Слово Божие. И вторая традиция, которую я говорил, это гранат. Я думаю, вам уже его показали, но если можно показать его еще раз, хорошо, нет, не страшно. Но здесь его есть два. Один гранат целый и один гранат разломанный пополам. Понимаете, в чем дело, говорят мудрецы? И что гранат сам по себе, он является чем-то целым. Мы не знаем, что у него внутри. Мы видим его только снаружи, и мы знаем, что внутри у него есть какие-то семена. Но стоит нам его разломать, обратно нам уже его не собрать. В отличие от того же яблока. Если мы его разрежем, потом сложим аккуратно две половинки, как будто целое яблоко. С гранатом то же самое сделать невозможно. Есть мудрецы, которые говорят, что в гранате находятся 613 семечек, как 613 заповедей, которые были даны Богом евреям еще в пустыне. И сам гранат олицетворяет единство Бога, человека и этих заповедей. То есть как только мы где-то нарушаем это все, вся эта целостность распадается. И гранат на самом деле, если он хранится правильно, не разломанный, не треснувший, не поцарапанный, он может храниться очень долго. А вот если его разобрать, он начинает высыхать, семечки начинают выпадать, и в конце концов он перестает быть гранатом. И поэтому гранат используется в символе Нового года как символ целостности, символ возрождения. Потому что мудрецы говорят, что соединить обратно гранат, сделать его целым, после того, как он разошелся, может только Бог. И одна из версий, она мне очень нравится, что гранат здесь для того, чтобы мы помнили, что мы должны быть целостностью. А третье правило этого граната, это то, что гранат дает изобилие. Вы как-нибудь пробовали пересчитать семечки в гранате? Да ни у кого даже желания такого не возникнет. Но мы берем этот гранат и говорим, что там их настолько много, что вот мы едим гранат, едим, они все не кончаются, не кончаются. Это символ изобилия. Поэтому вот такие традиции. Ну и мед, конечно же, сами финики здесь. 613. Аллилуйя. И это время, знаете, мне очень понравилось то, что я слышала тоже евреи, они, когда детей приучают читать Тору, читать Священное Писание, они дают им сладкий мед тоже, чтобы у них вот чтение Слова Божьего, оно ассоциировалось, всегда было тесно связано с восторгом, со сладостью, с чем-то приятным. И они действительно где-то приучают, используя вот плоды земли, плоды этой природы, которую Бог им даровал именно здесь. И в этот праздник евреи также произносят молитвы благословения. У нас, к сожалению, в стране, которая была страной воинствующего атеизма, на Новый год поднимаются тосты, как доброе пожелание, но это просто пожелание человеческих. Состоится только то, что уготовано Господом, и поэтому молитва гораздо более действенной способ благословить имя Господа, обратиться к Нему, который может исполнить, который желает благословить своих детей, услышать то, что Бог желает для нас, где мы, может быть, что-то недосмотрели, что это благословение не может до нас дойти, где-то мы поставили сами преграду, где-то мы имеем дырявое решето, что это благословение не может у нас удержаться. И опять же, обратить внимание на эти недостатки какие-то может именно Бог в любви, без того, чтобы бить нас по голове, без того, чтобы нас как-то унижать. Бог, как любящий отец, желает благословения. И это время, время благодарения за плоды трудов, за плоды земли, за то, что удалось достичь в деле, в семье, в бизнесе. И это время, когда люди ожидают благословения, поэтому они благодарят и желают тоже, и молятся о том, чтобы грядущий год был таким же сладким, в сопровождении Слова Божьего, в сопровождении Божьего благоволения. И это все очень важно. И это все очень важно. Но там есть одно, на самом деле, очень важное замечание, что Бог говорит, если будешь соблюдать заповеди Мои. Но даже, знаете, это книга Второзакония, это последняя книга Моисея, когда уже евреи выходили из пустыни, вот-вот войдут в землю обетованную. И если сначала мы читаем, что Бог говорит так, что вы должны соблюдать все заповеди, просто все заповеди соблюдать. Во Второзаконе он уже пишет, старайтесь соблюдать. Где так граница старания соблюдения заповедей? Ответ в этом тоже мы находим в Священном Писании. В Священном Писании написано, что преисподняя Абадонна открыта перед Господом, Калипачи, сердце человека. И Бог видит на самом деле наше сердце. Мы в сердце хотим, совмывает такое, что, знаете, обстоятельства заставляют нас что-то где-то, ну, может быть, Павел пишет, что мы все много согрешаем и делаем то, чего не хотим, а то, чего хотим, не делаем. Мы можем попасть в ситуацию, хотя лучше сюда, конечно, не попадать, для этого как раз нужна мудрость, но в ситуацию, где мы что-то сделали не так и где-то нарушили какую-то заповедь. Но, Бог говорит, старайтесь, то есть сердце наше должно быть все равно озабочено тем, чтобы соблюдать эти заповеди. Вот здесь один из вопросов, который мы получили, написано, говорит, следующим. Опять же, я не называю имен, простите, я не имею такую привычку называть имен с вопросами, потому что здесь залагаются проблемы. В свидетельствах запросто. Сестра, которая задала вопрос, сама об этом, наверное, знает. Я работаю, десятина приношения отдаю в церкви, кстати, классная формировка, мне очень нравится, именно отдаю, потому что некоторые говорят, что он десятину платит. Мы не посчитаем платье, мы отдаем то, что нам не принадлежит. Отдаю в церковь свою, сею, сею. А пожинать когда? Как научиться принять благословение? Очень сложное материальное положение. Я думаю, что у нас время этого блока уже закончилось, к сожалению, мы раскроем эту тему в следующем блоке побольше. Но я хочу просто предварить эти слова. Возможно, мы сеем, но мы не умеем правильно ухаживать за своим полем. Я вчера на домашней группе у нас в домашней церкви говорил о сеятеле бамбука. Человек, который сеет бамбук, может заработать с одного гектара больше одного миллиона долларов, если я не ошибаюсь. Но для того, чтобы эти больше миллиона долларов заработать, ему нужно три года после того, как он засеял эти семена, ухаживать за этим полем и не видеть вообще ничего. Только через три года появляется первый росток, и тогда бамбук начинает расти со скоростью десять сантиметров в сутки. Но три года человек просто ходит, что-то пытается вырастить и ничего не видит. Он может, конечно, сказать, а, наверное, ничего не вырастет и уйти. Но тому, кто, конечно, претерпевшему до конца, будет дан венец жизни. А самое главное, Писание говорит только терпение нужно вам, чтобы получить обещанное. Возможно, одним из ответов на ваш вопрос будет то, что вы, может быть, еще пока не восполнили всю полноту своего деяния. А может быть, где-то есть какое-то нарушение того или иного места Писания, на которое вы не обращаете внимания. Вот здесь нужна молитва ваша и пастора для того, чтобы обличиться и сказать «раскаиваюсь» и начать новый день заново. Потому что пророки говорят, что наша благодать Божья обломляется каждое утро, и благодаря ей мы живы. А не благодаря тому, что мы спасены в Новом Завете, и все у нас хорошо, мы можем решить, сколько хотим. Но это так, вкратце. А можно я маленькую иллюструацию? Я уверена, что Илья, он дополнен. Я просто хотела сказать, что, видите, действительно нужно учиться также иногда пожинать. Потому что мы сеем в вере, мы действительно терпением дожидаемся плода. Но иногда нам нужно знать, что же за плоды мы ожидаем. Потому что если мы не конкретизируем и говорим, ну вот у меня сейчас все плохо, я хочу, чтобы было все хорошо. И в этом случае очень сложно Богу вот в эти общие слова «все хорошо», что именно. И поэтому, как, например, вот тот замечательный случай, который описал Илья, у него был конкретный принтер с тремя функциями, которые были очень важны. И он обращался к конкретным людям, он ожидал, он действовал по вере, сел, и он в конечном итоге пожал. Если вам нужно, как той сестре, которая говорила, что у меня и долги, и мне нужна и машина, и мне нужна и квартира, и, наверное, одежда, и кушать тоже нужно. Но, слава Богу, брат Авель обозначил, на самом деле, приоритет. Уже в этом емком достаточно ответе был виден уже предварительный план того, как примерно рассчитываться с долгами по приоритетности, по силе давления. Напишите, что именно вам нужно пожать, как именно вы хотите увидеть Божий ответ. И начинайте благодарить Бога, потому что действительно нужно уметь принять, потому что Слово Божье говорит, если вы принимаете с благодарением, то за что вас хулить? Поэтому принимайте, Господь приготовил для вас благословение. Вы увидите, и откроются ваши глаза, и я уверена, что Бог высвободит в вашу жизнь те самые ответы, которых вы ждете. Илья, пожалуйста. В продолжение того, что Авель тоже говорил, да, помните, есть такое место писания, что «Сплачем несущие семена, с радостью пожнется озревший плод». Даже такая песня была в мое детство, мы пели активно. Получается, что, заметьте, человек, который со слезами сеет, отдает какие-то вещи, да, то есть ресурсы, он, как сказать, ну, согласитесь, вот этот персонаж, который описан писанием, он, как сказать, не сумасшедший, он не какой-то там, как сказать, психически неуравновешенный человек. Он понимает, что он лишается на какой-то период, и не факт, что он что-то получит в конечном итоге, но тем не менее он решается на такой шаг, когда он сеет свои ресурсы, отдает, и, соответственно, он полон надежд, на самом деле, на то, что все штыки это обернется ему, и он, соответственно, получит результат, на который он изначально рассчитывает. И писание говорит о том, что тот, кто сеет с плачем, да, он пожнет с радостью. То есть получается, что есть воздаяние, и то, что вы, вот то, что Авель описывал, да, там, про нашу сестру, делаете, и то, что вы верны в этом, сто процентов Бог восполнит, сто процентов Бог ответит. Он презрит на верность, с которой вы служите ему, и ни одна, ни одна копейка даже не останется без воздаяния, на самом деле, от Господа. Понятно, что это не произойдет, ты мне, я тебе, но точно совершенно у Бога все учтено, и Он благословляет вас, и это уже в пути. Аллилуйя! Я еще раз хочу обратить ваше внимание, просто благодарите Бога за то, что вам Он дает. И буквально маленькая притча и молитва о вас. Я просто расскажу опять из жизни моей любимой мамочки, как меняется наше восприятие определенных событий. И будучи человеком еще с необновленным умом, иногда мама звонила нам из Украины и говорила, вот, может быть, у вас что-то там не то, мне приснился какой-то тревожный сон, какая-то сложная ситуация. И мой супруг, он всегда ей отвечал, Лидия Константиновна, не беспокойтесь, это все к деньгам. И самое главное, что моя мама, она действительно принимала это слово, она говорила, да, это Божий человек сказал, значит, это к деньгам. И потом она нам звонила, говорит, знаете, а ведь действительно, меня благословили вещами, пусть это вещи секонд-хенд, как бы, и она их передарила тоже кому-то. Но она говорит, я увидела действительно, к деньгам пришли средства, я их не ожидала, я поделилась с кем-то, кто-то какие-то туфли подарил, кто-то что-то, и кому-то там пенсию подняли ненамного. Мама говорит, действительно, Божье слово работает. Я верю, что когда ваша вера будет устремлена к Нему, и вы будете видеть, что вы получаете, Господь просто вложит ожидаемое в ваши руки, и мы во имя Иисуса Христа сейчас молимся за все нужды, которые приходят к нам. Есть много нужд за исцеление носовой перегородки, гнойный насморк, температура, разрушенные семьи, брак, спасение, нужно исцеление от шизофрении, долги, делки по недвижимости, зависимости. Господи, мы благодарим Тебя, что для Тебя несложно, огромная нужда, или та, которая кому-то кажется незначительной, потому что любую нужду, каждую нужду Ты покрываешь и уже покрыл, Ты заплатил за нее. И мы, как тело Твое, Господь, мы, как братья и сестры наших, Господи, друзей, наших братьев и сестер, мы прилагаем нашу веру, благословение, любовь, и мы знаем, Господи, что Ты силен спасти через многих или немногих. И во имя Иисуса Христа мы запрещаем всякому духу депрессии, всякому проклятию. Во имя Иисуса Христа мы сейчас молимся вместе с Вами, дорогая сестра, о восстановлении памяти Вашего мужа, о том, чтобы быстро восстановились документы. Господи, Отец Небесный, мы просим Тебя за тех людей, которые вошли в долги, Господи, сделали неправильное обещание, неправильный расчет. Господи, в первую очередь мы молимся об их сердце, об их разуме, о мудрости для них, чтобы они не поддавались панике, депрессии, и чтобы они не смотрели только на человеческие пути. Но пусть с мудростью они взирают на Тебя и просят у Тебя водительства, планирования и дисциплины, потому что Ты, Господи, созидаешь своих детей, свой народ, и Тебе несложно спасти нас из безвыходной ситуации. Мы благодарим Тебя, мы сейчас переходим на ролики. Я хочу напомнить вам, что грядет, грядет марафон прорыва, и наши зрители, те, кто пишут нам сейчас, те, кто обращаются, вы получаете от нас в подарок, в знак молитвенного завета, такие закладки. Вот это розовое, это вам, и три закладки мы еще дарим вам и даем, для того, чтобы вы могли поделиться с вашими близкими, с вашими друзьями, знакомыми, о том, что даже люди, которые не знают их, не видят, но этим людям не все равно, потому что Господь побуждает их молиться о вас, о том, чтобы ваша жизнь была освящена присутствием всемогущего Бога. Поэтому пишите, звоните. 27 числа на канале Тебя начинается марафон прорыва, молитвенное предстояние идет уже сейчас, поэтому будьте с нами все это время и будьте с Господом. Благодаря вашей помощи общественный телеканал ТБН распространяет слово Божье по всей земле. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Сделайте пожертвования прямо сейчас с электронной системой платежей EasyPay. С помощью EasyPay можно платить и наличными, используя терминалы приема платежей по всей Украине. Процесс оплаты занимает 2-3 минуты. Терминалы EasyPay – самый легкий способ совершить благое дело и поддержать наш телеканал. Более подробную информацию о других способах пожертвовать вы можете узнать на нашем сайте www.tbntv.com. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу! И это так чудесно, что наш Бог – это тот, который вызывает прошедшее, если это нужно, прошедшее порой здоровье, прошедшее порой молодость, прошедшее порой благополучие. Порой мы, как этот блудный сын, растеряли его, растратили, потеряли мудрость, потеряли годы. Но когда мы приходим к нашему Небесному Отцу, когда мы соединяем наше сердце, нашу волю, наши мысли с Его Словом, с Его волей, с Его Духом, Господь восстанавливает прошедшее. Господь возвращает и возобновляет. И в этом мире, который на самом деле лежит возле, говорит Писание, в этом мире, в котором люди становятся хуже, их характер портится, здоровье портится, с Богом мы преодолеваем силы возлюбившего нас, все невзгоды, и Господь обновляет наши тела, наши души, наши взаимоотношения. И сейчас, напоминаю, что в это время на телеканале ТБН мы посвящаем этот месяц учению о том, как правильно распоряжаться финансами, на что смотреть, чтобы правильно планировать и составлять семейный бюджет, как научать детей распоряжаться деньгами, надо ли их учить, с какого примерно возраста, можно ли их отправлять на работу, и куда примерно, ну, или еще маленькая крошка. Нет, ну, у меня есть ответ, который я получил сам, будучи в детстве, как раз, у... На эту тему. Да, 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 потому что с 8 лет, например, я уже пошел работать. Серьезно? А тебя советское законодательство не преследовало? Нет, уже тогда, тогда уже не преследовало. Точнее, твой работодатель. Ну, это был мой отец. Нет, ну, я на самом деле ему очень признательен за это, потому что ценность денег вообще вот у меня, у 8-летнего парня, как бы она сформировалась именно вот в этот период. То есть я понял, что это не просто так, что деньги, знаете, не растут, да, там, на деревьях, их нужно зарабатывать, и что мне для того, чтобы, как сказать, зарабатывать больше, нужно быть более эффективным. И реально вот те уроки, которые, та работа, на которой я был, я получил самые ценные, наверное, уроки вообще, в принципе, о заработке денег. Ну, расскажите нам тогда подробнее, потому что 8-летнего ребенка, чтобы он зарабатывал, как серьезно. Это был переход на Пушкинской. План, смотри. Это была клееночка, значит, газета, вагант, пакетики, какие-то книги, которые мой отец купил, когда был какой-то дефицит сумасшедший всех этих книг. И, соответственно, он мне там говорил, какие цены этих книг. Я, соответственно, по этим ценам продавал. 8-летний ребенок. 8-летний ребенок. Без сопровождения взрослого. Причем меня не трогали, не, знаете, там, ну, как сказать, криминал. Ну, такой там был, знаете, я не знаю, как это правильно назвать. Маленький криминал. Ну, короче, никто меня не трогал, потому что уж слишком маленький ребенок, но и было видно, что у меня такой, знаете, не самый богатый ассортимент был. Вот. Пакетики были новые, кстати. Ну, это, как бы, я за какие-то там копейки относительно, да, все это дело продавал, расходилось, будь здоров. Подожди, это было летом, надеюсь? Это было летом, конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно, это было летом, это было все, как сказать, в пределах нормы. Учился я потом в математическом классе. Даже если нет, есть срок давности. Поэтому только сейчас мы умирали, чем занимался мой папа. Нет, нет, но на самом деле, как сказать, это вот было такое начало его предпринимательской деятельности. Он сам, как бы, это вот начало 90-х, то есть это 90-й, 91-й год. И получается, что вроде бы разрешили, да, то есть какая-то торговля была разрешена на улице, но при этом еще не было никакого регулирования всего этого дела. И я и мой старый, в нескольких метрах стоял мой старший брат, на 8 лет старше меня, вот, папа проверял, мама была против, она устраивала истерики, скандалы, она говорила, никогда мой сын не пойдет, вы что делаете? Мне было интересно, потому что, ну, как бы, это вообще первый опыт, и, ну, интересно, я на самом деле оставлял все это дело, говорил соседям, посмотрите, пожалуйста, я просто сам бегал за пирожками, тратил, проедал все деньги, который зарабатывал, не мог понять, почему мой старший брат зарабатывал больше, чем я, а папа, оказывается, у него были, оказывается, пропорции в зависимости от возраста, вот, ну, соответственно, ответственности. А, это была отдельная зарплата, да? Вот, потом, кстати, папа, интересно, такой вложил мысль в мою голову, что я зарабатываю какие-то деньги, я могу не просто все проедать, а, например, купить видеомагнитофон, аудиомагнитофон, телевизор, и, соответственно, постепенно, на самом деле, ну, это как бы с годами все это дело происходило, такое становление, ну, как бы, я заработал на телевизор, на видеомагнитофон, на аудио. На книжечках? Не только на книжечках, я еще потом торговал газетами, работал курьером, возил, там, столики и, как раз, скарб для тех, кто торгует в метро, вот, ну, то есть, соответственно, как бы у меня, у меня была целая карьера в этой сфере обслуживания тех, кто торгует в метро. Ряд специалистов, конечно. Да, 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 вот, но, тем не менее, получилось так, что я реально увидел… То есть, с восьми лет ты непрерывно работал? Не, непрерывно, были определенные перерывы, я учился и учился в математическом классе, потом поступил в лицей при Бауманском, ну, то есть, как бы, учеба составляла, наверное, большую часть, там, моих усилий и времени в тот период, но, тем не менее, вот, способ заработка, да, то есть, то, что я беру деньги не от родителей на карманные расходы, а то, что я сам зарабатываю и могу определить, что я хочу купить, да, там, что я могу себе позволить купить, это был бесценный опыт, который, на самом деле, позволил в конечном итоге правильные ориентиры, что ли, получить, когда уже речь шла о такой полноценной работе, там, будучи студентом. Скажи, пожалуйста, вот, буквально один такой, все равно, совет, все это происходило в дикие 90-е годы, насколько я понимаю, сейчас, все-таки, более цивилизованные времена, и я надеюсь, что наши зрители нас смотрят в более цивилизованное время и стране, какую бы ты рекомендацию дал, вот, по поводу работы детей? Идите в интернет, там есть все. То есть, вы можете, будучи ребенком, зарабатывать достаточно приличные деньги, перепродавая тот или или иной товар, ebay, amazon, aliexpress вам в помощь, avito, ну, то есть, на самом деле, столько площадок, столько ресурсов, которые вы можете реально использовать для того, чтобы начать зарабатывать какие-то первые деньги, попробовать, протестировать, даже если вы потеряете на этом, это будет бесценный опыт, который стоит гораздо больших денег, чем вы потеряете, там, на первые сделки. Я не говорю о том, что вам нужно сразу рисковать и, как какие-то делать, там, большие шаги, но то, что вы можете сделать уже здесь, сейчас, очень рекомендую. Идите учиться. Масса различных есть курсов по коммерции именно в интернете. И это то, что можно осуществлять вообще не выходя из дома. Не подвергаясь риску, ограбления, ограбления. Да, да, да. Хотел бы сказать вам, да, что я сейчас, воспротестуют родители против меня, но, на самом деле, я хочу сказать такую вещь. Сегодня, если знания, которые получает ваш ребенок, не являются фундаментальными, то есть физика, химия, математика, медицина, педагогика, знания эти не имеют никакой ценности на рынке. И по окончании института ваш ребенок будет дипломированным безработным. И пока он еще ребенок, там, скажем, 15, 16, 17, ну, даже 18 лет, предположим, если он заканчивает поздно школу, попробуйте вложить свои средства, действительно, вот то, что Илья сказал, в курсы по обучению тому, что можно сейчас быстро за 2-3 месяца выучить и быстро внедрить для того, чтобы он начал применять знания. Потому что если он с такого возраста не научится применять полученные знания, то, что он получит в институте, закончится в конце концов тем, что он придет на работу и ему скажет, все, что ты там учил, забудь, учись заново, а у него не будет опыта применения, то есть, соответственно, он будет часто применять работу, начните прививать человеку, вашему ребенку знания, как применять полученную информацию. Иначе все, что сегодня он будет изучать в школе, в институте, никакого значения для него иметь не будет. И это такой совет, который я хотел бы дать всем родителям. Я сегодня вижу, как дети, которые изучают какие-то вещи в интернете, есть дешевые курсы по 2-3-5 долларов, есть курсы, которые стоят 100 и выше долларов, есть курсы за 1000 долларов. Просто посмотрите, опять же, напишите в ТБ, они вас свяжут с нами, можем вам посоветовать, какие курсы взять и изучить. Но самое важное, чтобы дети научились применять полученную информацию прямо сейчас. Потому что рынок меняется. Если в 90-е годы там все было понятно, купил за 3 доллара, продал за 5 и на эти 2% живу. То есть сейчас совсем все по-другому. Сегодня рынок меняется и технологии меняются. То, что было актуально вчера, уже не актуально сегодня. Поэтому просто дайте детям возможность внедрять, не протестуйте против их занятий бизнесом. Сегодня тот, кто не продает, он не имеет денег. А продавать сегодня не надо ходить на рынок. Это реально, как Ирия сказал, не подвергаясь никакой опасности, сядьте дома. Компьютер есть у всех, интернет есть у всех. Если все это вам сегодня не приносит деньги, задумайтесь опять же, а в правильные ли вещи вы их вкладываете. Аллилуйя. Знаете, удивительным образом пошел наш эфир. Как бы у нас получился такой экспресс-курс для маленьких А еще могу сделать рекламу. Зайдите на телеканал ТБН, перейдите по ссылке YouTube и найдите там раздел «Библейская экономика». Библейская экономика, да. И смотрите его каждый день. После того, как прочитали Библию, сразу смотрите библейскую экономику, и у вас начнет укладываться в мозгах, как Библия относится к финансам, к экономике. Это вот такая реклама. И я хочу также сказать, что вы можете на нашем сайте tpntv.ru, зайти в архив и увидеть повтор этой программы, сколько вам угодно, потому что Бог желает, чтобы мы были просвещены. Бог желает, чтобы мы были напитаны Его словом, знанием, чтобы мы были образованы и чтобы мы применяли это знание. И вот как раз в традициях израильского народа, еврейского народа, знание, оно всегда тесно увязано с практикой. Это знание, оно всегда очень практично, очень проработано и применимо. Поэтому мы хотим, чтобы вы действительно, сколько бы вам лет ни было, мы затронули и коснулись, казалось бы, нашего молодого подрастающего поколения. Но я уверена, что вот этот юношеский задор и готовность пробовать и развиваться, и обеспечивать себя, свою семью, это все доступно и взрослым людям, и зрелым людям, и тем, кто даже на склоне лет. Поэтому не считайте себя уже ограниченным и неспособным. Спрашивайте у Господа, получайте такие свежие, невероятные идеи. И я хочу сказать, что у нас осталось буквально полторы минуты. Я хочу попросить Илья тебя просто высвободить благословение Авиэля. И я буду тоже молиться о болящих, о тех, у кого просто очень серьезные нужды. Пожалуйста, мы хотим закрыть этот эфир с молитвой, высвободить благословение в этот наступающий Новый год, в этот Роша-Шана. И чтобы грядущий год вместе с марафоном прорыва вы вошли в обновленные, утвержденные, благословенные с верой, терпением и с плодами. Благодарение. Думаю так, финансы, порядок и исцеление. Аллилуйя. Господь, мы превозносим перед Твоим престолом благодати, Господь, всех наших телезрителей. И просим Тебя о том, чтобы Ты благословил их, Господь, финансами, Господь, источниками. Просто пусть этот предстоящий год, в который мы все вместе входим, он будет годом прорыва благословения для всех наших телезрителей. Пожалуйста, Папа, просто высвободи, высвободи финансы, высвободи именно финансовый прорыв. Покажи, пожалуйста, те благословения, которые Ты имеешь для каждого из нас. И каким образом мы сможем прийти к ним? Во имя Иисуса Христа, пожалуйста, действуй, пожалуйста, проистекай так, как Ты этого желаешь. Направляй наши пути. Мы хотим, чтобы Ты был светом нашему пути, Господь, светом нашей ноги, чтобы мы могли совершать и знали, какой следующий шаг Ты ожидаешь от каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Да, Господь. Мы также просим Тебя, Господь, упорядочи, Господь, мысли наши в голове, Господь. Убери всех лукавых и беспорядочных людей с нашего пути, Господь. Сделай так, Господь, чтобы мы приобретали мудрость, Господь, чтобы мы понимали, в чем приоритет, потому что написано, что дороже любого драгоценного камня мудрость Твоя, Господь. Пусть эта мудрость сегодня пребывает в каждом из нас, Господь, особенно в тех, кто нуждается, у кого есть долговые обязательства, Господь, у кого есть какая-то нужда сегодня финансовая, с которой они видят, что не могут выбраться, Господь. Просто мудрость, потому что мы знаем, что с Тобой, Господь, мы можем все. В укрепляющем нас, Сусе Христе, мы можем Ну, все. Отец, мы просим Тебя просто сегодня высвободи это все, и пусть мы действительно станем головой, а не хвостом. Мы хотим, чтобы Ты наставлял нас и вел нас путями своими. Мы не хотим знать других путей, потому что они к смерти, и мы хотим идти к жизни, Господь. Я просто сейчас благословляю каждого на понимание необходимости получать эту мудрость, приобретать ее всеми средствами своими. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы также высвобождаем Твое благословение и веру. Господи, смирение и любовь для тех, кто ходатайствует о восстановлении семьи, взаимоотношений. Господи, просто даруй мудрость жене, быть правильной женой. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты также утверждал мужество и благородство мужчин во имя Иисуса Христа, чтобы мужчины не были как маленькие дети, чтобы они не отказывались от ответственности, Господь, и чтобы они получали от Тебя Твое водительство, Твою силу, Твою мудрость. Господи, чтобы они также, Господи, говори к сердцам их жен, их спутниц, чтобы они воодушевляли, поддерживали своих мужей, чтобы они мудро устрояли свой дом. Именем Иисуса Христа мы просим сейчас и ходатайствуем за тех, кто собирается выходить замуж, за тех, кто уже замужем и есть напряжение в браке, взаимоотношениях с родными. Во имя Иисуса Христа мы сейчас также говорим, что я верю просто Господь, что Ты посылаешь ангелов, Господи, просто ангелов с особой миссией, Господи, миссией действительно и примирения, миссией исцеления, Господи, во имя Иисуса Христа мы высвобождаем благословение и исцеление на мочевой пузырь, Господи. Мы ходатайствуем вместе за лею, у которой возможна онкология. Но именем Иисуса мы отменяем этот диагноз, Господи, вместе с ее подругой. Мы ходатайствуем о том, чтобы ее душа была спасена во имя Иисуса Христа, чтобы жизнь сверхъестественного Господа вошла и обновила все тело, но в первую очередь была возрождена душа, сердце, семья. Господь, мы благодарим Тебя за детей, которых любят и поддерживают верующие родители. Господи, пусть не будет никакого ограничения в наших душах и головах. Мы благословляем Казахстан и семьи, Господи, Твое водительство. Господи, мы славим Тебя за то, что для Тебя нет, Господи, никакого диагноза, который был бы выше, чем Твое имя, выше, чем Твое спасение, исцеление и восстановление. Ты Бог жизни, жизни неперестающей, жизни, которая победила смерть. И именно эта жизнь, она приходит и, как река, покрывает сердца жизни, взаимоотношения, те области, которых нужно Твое присутствие, Господь. Царствуй, мы благодарим Тебя. Это был прямой эфир, это была открытая линия телеканала ТБН. Мы отвечаем и молимся вместе с Вами в прямом эфире. Пишите, звоните, мы стоим вместе с Вами. Ощутите сверхъестественное Божье прикосновение. Телеканал ТБН объявляет марафон прорыва. С 27 по 29 сентября Вас ожидает потрясающее время, когда в прямом эфире наши пасторы, служители, молитвенные группы со всего мира будут высвобождать Слово от Господа. Не упустите свой уникальный шанс получить благословение, обновление и исцеление во всех сферах Вашей жизни. Уже сегодня мы молимся о том, чтобы каждый зритель ТБН был особо благословлен, когда Господь откроет небеса. Следите за информацией в эфире. До встречи на марафоне прорыва с 27 по 29 сентября на телеканале ТБН. Открытая линия телеканала ТБН «Скрасный». Друзья, мы благодарны каждому зрителю, обратившемуся в полцентр ТБН. Вместе мы одна большая семья. В знак нашей дружбы вы получите от нас подарок. Набор из четырех закладок для Вас и Ваших друзей. Просто свяжитесь с нами. Здесь Вам готовы помочь всегда. Звоните прямо сейчас и получайте комплект закладок от ТБН. Мы молимся с Вами и верим в Божий ответ для Вас. Сотворите свою жизнь молитвой.